Открывая свой бизнес, регистрируя новую компанию, никто никогда не задумывается о том, как эту компанию потом закрывать. А на самом деле это более важный вопрос, чем саморегистрация. И как же много клиентов обращается к нам с просьбами помочь им в ликвидации компании? Сейчас я расскажу вам 5 способов, как избавиться от компании, а также плюсы и минусы каждого варианта. Исключение компании из eGRU. Речь идет о закрытии компании в административном порядке. Путем исключения сведений о ней из реестра по инициативе налоговых органов. Налоговая вправе исключить компанию из реестра в следующих случаях. Когда отсутствуют операции по банковским счетам и при этом одновременно не сдается отчетность в налоговую в течение одного года. В eGRU внесена отметка о недостоверности сведений о компании. Если у компании нет долгов и деятельность уже не ведется, то исключение сведений из eGRU, как недействующего юридического лица, может стать оптимальным способом прекращения существования компании, так как не нужно тратить время и деньги на процедуру ликвидации или банкротства. Если долги все же имеются, то данный способ не подходит, поскольку согласно последним изменениям законодательства, у кредиторов сохраняется возможность предъявления требований и после прекращения деятельности компании в порядке привлечения ее руководителей и учредителей к субсидиарной ответственности. Что касается получения отметки о недостоверности сведений в eGRU, то это крайне нежелательный вариант развития событий, так как это приводит к невозможности руководителей и участников проблемной компании осуществлять регистрационные действия в отношении других юрлиц. За подачу недостоверных сведений в eGRU, а также при повторном правонарушении, руководителям и учредителям грозит дисквалификация на срок до 3 лет. Смена адреса участника руководителя. Данный способ относится к альтернативным методам ликвидации. Его плюсами являются отсутствие налоговых проверок, минимизация расходов, быстрота понадобится всего 2-3 недели, упрощение документального оформления, переход ответственности за дальнейшую деятельность компании на новых лиц. Однако все риски остаются. Информация о старых владельцах и руководителях сохраняется в реестре, и в случае выявления нарушений, допущенных ими в прошлом, они могут быть привлечены к субсидиарной, а в отдельных случаях и к уголовной ответственности. Как показывает судебная практика, за последний период в случаях смены на номиналов суды пачками выносят решение о привлечении к субсидиарной ответственности реальных руководителей и учредителей компаний с долгами. Кроме того, новеллы уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за оформление компании на подставных лиц, а также за незаконное использование документов, удостоверяющих личность при регистрации компании, также начинают работать. Переоформление компании на иностранного директора или офшорного учредителя является более безопасным, но и более дорогим способом. Реорганизация. Еще один способ альтернативной ликвидации путем присоединения или слияния с другой компанией. Этот способ был одним из самых популярных в прошедшие годы, однако теперь в свете последних изменений законодательства данный метод уже не работает. Новая судебная практика ясно показывает, что уйти от субсидиарной уголовной ответственности таким образом уже не получится. Более того, сейчас суды активно рассматривают споры по уже свершившимся реорганизациям и выносят решения в пользу кредиторов и государственных органов. Добровольная ликвидация. Это классический и законный способ избавиться от компании. Плюсами данного метода является отсутствие каких-либо проблем с законом, а также невысокая стоимость. К минусам можно отнести неотвратимость налоговой проверки и долгосрочность процедуры, которая обычно длится от 3 до 5 месяцев и более. Кроме того, у этого метода есть довольно существенные ограничения. Если у компании есть долги или в ходе проверки налоговики выявят и приведут существенное доначисление налогов, то ликвидировать компанию таким способом не получится. Банкротство. Если компания обременена долгами и суммарная задолженность составляет более 300 тысяч рублей при просрочке более 3 месяцев, это серьезный повод задуматься о ликвидации компании путем банкротства. Банкротство является единственным законным способом избавления компании и ее долгов не всегда. После завершения данной процедуры бывшие руководители и учредители компании могут спать спокойно, поскольку кредиторы и государственные органы уже не будут вправе заявлять к ним какие-либо требования. Также большим плюсом банкротства является уход от налоговой проверки. Конечно, налоговые органы вправе провести проверку компании банкрота, однако они, как правило, не проявляют заинтересованности, потому что в силу ряда объективных причин их шансы на реальное взыскание недоимки в рамках процедуры банкротства практически равны нулю. Если у вас остались вопросы и вам требуется индивидуальная консультация, обращайтесь к нашим юристам. Мы найдем для вас оптимальный способ избавиться от компаний без лишних затрат и хлопот. Удачи и успехов в вашем бизнесе! До новых встреч!